Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о высадке укорененных черенков винограда. Очень часто у вас возникают вопросы, когда высаживать, как высаживать, на какой стадии, какие побеги убирать, какие оставлять. Обо всем этом в сегодняшнем видео, причем я максимально постараюсь все это показать на реальных примерах. Единственное, сразу оговорюсь, информация, которую вы сегодня увидите, не претендует на истину в последней инстанции. Я показываю то, что делаем мы, и то, что я точно знаю, будет приносить результат. Бывает так, что при укоренении черенков корни по какой-то причине не появляются. Зато появляется много-много калуса. Прямо вот такой, смотрите, вот здесь очень хорошо видно как раз на этом черенке. Я еще приближусь, чтобы было более наглядно. Вот такой большой калус. А бывает он еще больше. Бытует мнение, что такое появляется из-за превышения температуры. Я специально не развязывала этот пучок черенков, чтобы было наглядно видно. Один и тот же сорт, в одних и тех же условиях, при одной и той же температуре. То есть у них все абсолютно одинаково. Я развяжу пучок и посмотрим более подробно, так как в пучке не все видно. Итак, вот черенок с большим калусом. Видно, как здесь все разрослось. Вот черенок с маленькими корешочками. И этих корешков здесь большое количество. Посмотрим еще какой-нибудь. Например, вот этот. Здесь видим хорошие корни. Да, был калус. Ну и корни тоже хорошо пошли. И смотрите, я всегда вам рассказываю, что я нижнюю почку никогда не удаляю. И вот нижняя почка растет, и корни хорошо растут. Это к вопросу о том, что нижняя почка может тормозить развитие корней. При этом сверху почка также пробуждается. То есть с этим черенком все хорошо. Ну а на некоторых вообще пока ничего нету. То есть вид черенков абсолютно-абсолютно разный. А теперь разберем, что с этим всем делать. Как я уже сказала, считается, что большой калус появляется при повышенной температуре. Да, это имеет место быть, но в данном случае все условия были абсолютно одинаковые. И появление большого калуса связано с другими причинами. Даже обратите внимание, что вот эти два черенка, они по толщине практически одинаковы. Хотя часто бывает развитие большого калуса на жирующих или очень толстых черенках. Так что же с ними делать? Конечно, здесь могут пойти корни и даже, скорее всего, пойдут. Вот беленькие такие, наиболее выделяющиеся бугорки. И вот здесь, скорее всего, что отсюда и пойдут корни. Но случается, что такой большой калус, он растет, растет и на этом все. Потом темнеет и черенок погибает. Вот такие черенки с большим развитым калусом я высаживаю в грунт. Конечно, это не панацея и 100% гарантии, что такой черенок будет жить, нет. Но вместе с тем личный мой опыт показывает, что такие черенки при высадке в землю в большинстве случаев дают корни, нормально укореняются и хорошо растут. Теперь посмотрим почки на черенках. Как видим, у этого черенка более нижняя почка развита лучше, а чем выше, тем они слабее. Вот так будет лучше видно. Нижняя побольше, и чем выше, тем они менее развиты. А вот второе черенок, где все с точностью, да наоборот. Почка пониже послабее, а повыше посильнее. При том, что это один и тот же сорт, укоренение в абсолютно одинаковых условиях. Но, как видим, развиваются все по-разному. Теперь поговорим о том, как и сколько почек оставлять на укорененном черенке. Значит, смотрите, это у нас двуглазковый, крепкий, хороший черенок. Тут уже пошел корешок, нижняя почка пошла в рост, а верхняя пока спит. Я вам пару минут назад показывала, как по-разному могут развиваться почки на черенках. Абсолютно противоположно. Вот такие черенки я высаживаю вот с этой нижней почкой. По каким-то причинам верхняя пока не просыпается. И я не знаю почему. Может, она еще спит и проснется, может быть, с ней какие-то проблемы. Мы сейчас не акцентируем внимание на то, что все силы черенка сосредоточились на нижней почке. Я ведь уже показывала, что может быть и абсолютно противоположная картина. И это при том, что там были одинаковые черенки, проращиваемые в одних и тех же условиях. Так вот, возвращаясь к данному примеру, я высаживаю его в таком виде. И нижний маленький побег сохраняю. Поскольку я не знаю, проснется ли верхняя почка. А так, живой побег у меня один есть, корень есть. И этот черенок, уже практически саженец, будет прекрасно развиваться. Еще один пример. Точно такой же черенок, как и в предыдущем случае. Но все почки еще спят. Калуса нету. Зато есть один маленький корешок. И опять повторяю, один и тот же сорт. И одни и те же условия. Следующий пример. Вот у нас треуглазковый черенок, корни, нижняя почка спит, вторая почка пробуждается уже. Вот она какая. И верхняя тоже пока спит. Хорошие уже такие большие корешки. И обратите внимание, в данном примере у нас две почки. Это даже не двойник, а две полноценных почки. Одна такая больше набухшая, другая чуть поменьше. Ну, видите, она тоже нормально набухает. В таком случае мы оставляем более сильную, вот эту. А более слабенькую убираем. Она нам не нужна. Трёуглазковый черенок. Здесь у нас корешки. Большая нижняя почка, прям побег. Средняя почка в стадии набухания. И видно, что она абсолютно живая. Вот-вот пойдет в рост. И верхняя тоже скоро раскроется. Что мы будем делать в таком случае? В данном примере нам вот эта нижняя почка, побег, уже не нужна. Я показывала, когда верхние у нас спят, мы нижнюю оставляем. Поскольку мы не знаем, проснется верхний, либо не проснется. Всякие бывают случаи. Но в данном конкретном примере уже все ясно и понятно. Вот эти две почки прекрасно начнут расти. Поэтому нижнюю мы убираем. Пусть развиваются корешки и потом питают верхние почки. Здесь у нас нижняя почка проснулась. Даже две, двойничок такой. А верхняя пока что еще не особо. И корешков пока еще нет. Только калус. В норме, если у нас двойничок, либо тройничок, мы оставляем самый сильный. Побег, а слабый убираем. Но здесь, смотрите, у нас идет конкуренция. Корней еще нет. Только калус. И поэтому мы с вами уберем более сильный побег. Один этот побег мы все-таки оставим. Потому что мы пока что не знаем, что у нас с верхними почками. И при этом, да, вот там корешки у нас пробиваются. Но конкуренция за питательные вещества будет меньше. Поскольку мы оставили меньше побег, а больше убрали. И вот, смотрите, еще примеры по развитию почек, по развитию побегов. Вот этот весь рядок, даже несколько рядков, это все один сорт. И смотрите, например, вот здесь у нас со второй почечки пошел хороший побег. А верхняя почечка, я сейчас поверну камеру, ну видно только-только-только пробуждается. Вот тоже такой же пример. Нижняя большая, верхняя только-только. А вот, смотрите, здесь пример обратный. Верхний побег уже большой, а нижний чуть-чуть отстает. Вот еще один пример. Снизу почка набухшая, а сверху уже большой, хорошо развитый побег. То есть, как видите, они развиваются совершенно по-разному. Несмотря на то, что это один сорт приблизительно одного качества черенки. Но одни ведут себя по одному, другие ведут себя по-другому. Теперь поговорим с вами о том, что убирать, а что оставлять. На черенках при высадке я вам уже показала. Теперь, когда они уже сидят так. Вот у нас есть молоденький побежек, сейчас камера сфокусируется. Смотрите, вот здесь у него пробивается гроздочка. Вот гроздочки мы точно все убираем. Вот еще у нас на другом гроздочке тоже мы ее убираем. Что касается побегов. Если их два убирать, оставлять, что с этим делать? Если у нас побеги развиваются нормально, как вот во всех примерах, которые я вам показала. Несмотря на то, что мы видим, по-разному идет рост. Где-то отстает нижняя почка, где-то отстает верхняя почка. Но пока у нас совсем молоденькие побежики. Они прекрасно развиваются. И до момента высадки в открытый грунт мы ничего не убираем. Растет два, пусть растет. Три не надо, но два мы оставляем. У некоторых вообще только один побег. И здесь вопросов не возникает. Кстати, вот эта лора, которую я вам уже показывала. Которую мы укореняли, пробовали с различными видами укоренителей. И вот это был клонок с 1 к 100 12 часов. Вот такой вот маленький побежик по сравнению с тем, что вон сзади. То есть да, почки проснулись, но задержка в развитии очень сильная. Вот второй вообще, видите, какой маленький. Сразу, если возникает вопрос вот такого скрученного листа, это переувлажнение. И смотрите, здесь, например, развивается только одна почка. То есть черенок сам решает, сколько почек ему пробуждать. То есть где-то он может пробуждать две, а где-то только одну. И повторю, что мы до момента высадки в открытый грунт, если эти побеги развиваются нормально, их не трогаем. В дальнейшем, если мы увидим, что какой-то из побегов сильно отстает, и второй побег из-за этого растет слабо, тогда мы его уберем. Но пока что вот на стадии, когда у нас, ну вот так вот, например, как здесь, побежек и почечка на буше, пока что о чем-то говорить рано. Пусть у нас будет дополнительный побег на всякий случай. Потому что при транспортировке, при высадке в открытый грунт, ну, всякое может произойти. Конечно, может потом отрасти что-то, может не отрасти. Поэтому лучше пусть у нас будет запас. Потом в открытый грунт высадили. Период адаптации прошел две недели. Смотрим, хорошо развиваются побеги. Бывает так, что они прекрасно развиваются два. Мы их оставляем. Если видим, что рост слабый, и у одного, и у второго, тогда мы более слабо убираем. Еще бывает, что из-за недостатка света у вас саженец вырастает такой вот длинный и тонкий. Ну, этот, конечно, не очень длинный. У него там еще проблема была с точкой роста. Это мой саженец, который мы растим для себя. Выращенный еще с осени, с недозревшего черенка. Поэтому он такой вот слабоватый. Значит, что делать? Растить вот такую тоненькую лозу не очень хорошо. Но обратите внимание, вот у него здесь точка роста была отсохла. Сейчас начал какой-то пасыночек идти. И по стволику идут пасынки. То есть сейчас, чтобы ему набраться больше силы, не надо делать сразу. То есть хотя бы какие-то листики надо, чтобы начали расти. И чтобы пасыночки тоже хоть какие-то появились. Ну, как видите, вот здесь у меня есть такой неплохой пасынок. И теперь я могу вот здесь его отрезать. Тут у нас точка роста. Он пойдет расти. Будет чуть короче. И сможет нормально набирать толщину. Желательно вот эти пасынки выбирать, может быть, даже как можно ниже. Вот я его развернула. Видите, вот даже вот с этой стороны есть пасыночек. То есть можно даже на его уровне обрезать. Но сначала дать сюда чуть роста, чтобы хоть какая-то зеленая масса была наросла. Теперь я уже могу позволить себе вот здесь отрезать. Либо вот еще. У меня неплохой пасыночек. Вот здесь. Ну, конечно, если у вас вдруг случится, что вот такие тонкие растут с двух почек, тогда, конечно, одно уберите. Потому что он и так длинный, тонкий, такой слабый. Ну, не стоит в таком случае насиловать растение. Но если вы видите, что более-менее все развивается одинаково. Вот еще пример. Смотрите. Вот раз, почечка, два. Ну, красота. Что вот они абсолютно равномерно развиваются. Вот такие лично я оставляю. И наблюдаю в дальнейшем, как растение будет развиваться. Самое важное качество виноградаря – это наблюдение. Растение само подсказывает, что ему нужно. Нам просто надо к этому чуть-чуть прислушаться. Еще смотрите, вот эти вот капельки. Это не страшно. Тоже бывает, возникает у кого-то вопрос. Нет, это работают жемчужные железки. Все нормально. Так и должно быть. Еще один случай, который может вызывать вопрос. Это тоже на примере моего саженца. Смотрите, отсохла точка роста. Да, в пазухе листа вот здесь, вот там есть какая-то почечка. Но какая-то она слабенькая. Такие саженцы могут плоховато расти, тормозиться в развитии. Но смотрите, мы опустимся чуть ниже. Здесь у нас почечка получше. Значит, просто нам надо вот так отрезать. Сантиметра три сверху оставить. И пусть развивается вот с этой почечки. Потому что она сильнее. Саженец и так слабоваты. Поэтому нам надо дать ему толчок к развитию. Если вы вдруг видите вот такие листья. Тоже очень много вопросов возникает. Сразу думаю, что это какая-то страшная болезнь. Все очень плохо. Чем-то надо обрабатывать. Ничего делать не надо. Плохой водный режим. И как правило, когда сухой воздух, у нас появляется вот такая штука. Это физиологическая болезнь. Физиологическое нарушение называется эдема. Ничего вы с этим не сделаете. То есть листья, которые уже пошли. Так мы их не исправим. Если будем создавать нормальную влажность в помещении. В таком случае мы можем отрастить новые хорошие листики. И когда мы вот такое растение, такой саженец высаживаем в открытый грунт. Все проблемы сразу же исчезают. То есть растение начинает отращивать хорошие, нормальные, красивые листики. Поэтому вот таких вот вещей, если вы обнаружили, не бойтесь. Несмотря на то, что в интернете вы можете встретить упоминание, что это трипса. Нет, это не трипса. В данном случае это аэдема. Хотя внешне они очень-очень похожи. Еще один пример плохо развивающегося саженца. Это тоже мой пример с осени. Такой, видите, он слабенький. И начинается как бы раздваиваться верхушечка. То есть вроде бы вот это основной побег. И в сторону пошел пасынок, который вроде как опережает развитие. Чуть-чуть я еще подержу, чтобы чуть-чуть листики подросли. Совсем они тут малюпасенькие. И вот этот уберу. Хотя он вроде как развивается лучше, но видите, все очень тоненькое. Камера еще передает, и вам кажется, что он больше. На самом деле тут на четыре пальца всего лишь. То есть он маленький, он слабенький. Две точки роста, которые между собой конкурируют. Вот эту уберем. А эту оставим. В дальнейшем, если он еще будет вытягиваться, то есть можно было бы даже ниже кого-то оставить. Видите, там даже оно и пытается вроде как развиваться, какие-то пасынки. Но если мы уберем вот здесь, совсем не будет листовой массы. И растению не будет с чего питаться. Поэтому я уберу вот этот. И мы с вами много говорили о том, что делать с пробудившимися почками. А вот что делать с теми, которые не пробудились. Вот как, например, здесь. Об этом будет отдельное видео. То есть, как видите, разные саженцы, они развиваются по-разному. Разные черенки, они развиваются по-разному. И все подвести под одно единое правило достаточно сложно. Вместе с тем, не пугайтесь, что это страшно, сложно. У вас все получится просто. Наблюдайте. И если по какой-то причине у вас к моменту высадки вырастают вот такие совсем слабенькие саженцы, как я вам показывала на примерах, есть у меня такие. Тоже не бойтесь. Высаживайте их в открытый грунт, когда уже будет нормальная подходящая погода. Накрывайте спонбондом, и вполне вероятно, что они у вас пойдут прекрасно расти. В прошлом году я показывала, что я высадила. У меня были очень плохие саженцы, выращенные с очень плохих черенков. Эти черенки были недозревшие, тоненькие, страшненькие. Ну, совсем такие. И я высаживала с вот такусенькими листиками, буквально по два листика было на каждом саженце. Это были два саженца одного сорта. Я их в одну яму и посадила, потому что, ну, я не надеялась, что вообще хоть кто-то один из них выживет. Тем не менее, они выжили оба. Они дали больше метра прироста, может быть, даже полтора. Я уже сейчас точно не помню. И лоза вызрела на всю длину, и все у них было замечательно, несмотря на то, что прошлый сезон тоже был не самый удачный. Поэтому не бойтесь. Если у вас что-то не очень получается, получится. Чуть-чуть приложите усилия, чуть-чуть дайте вашим молодым растеницам вашего внимания, вашей любви, и все у вас будет хорошо. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет ссылка» на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!